Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на нашем канале Детство без лекарств. Сегодня хотел с вами поговорить на очень серьёзную тему для детского возраста, а иногда даже и не совсем детского, и юношеского возраста. Это проблема инуреза. Инурез, ну, в общем-то, да, действительно, его тоже можно назвать заболеванием. Оно, конечно, всё-таки, наверное, больше имеет действительно выраженный психосоматический характер. Но, тем не менее, от этого, как говорится, родителям не легче, поэтому оно требует, естественно, детального рассмотрения. Вот, поэтому я вот хочу с вами действительно серьёзно поговорить на эту тему. Ну, давайте вкратце немножко о самом инурезе, как он возникает, в каком возрасте, какие у него есть проявления. В принципе, ну, до двух лет, как таковой, инурез обычно мы не ставим, потому что всё-таки здесь детский возраст, грудное вскармливание, куча всяких нюансов, памперсы, наличие, отсутствие и прочее. Вот. В этом возрасте, ну, считается, что, во всяком случае, этой проблемой никто серьёзно не занимается. Вот. Если дальше, если дальше вопрос начинает, ну, приобретать какой-то выраженный характер, да, то, что каждую ночь ребёнок, ну, или там через ночь ребёнок просыпается мокрый, то, естественно, мы начинаем, ну, потихонечку, начинаем потихонечку беспокоиться. Вот. Обычно это всё-таки как раз вот период отмены памперсов, да, когда ребёнка мы пытаемся отучить вот этого модного приспособления, вот, он занимает некоторый период, у кого-то он протекает гладко, и эта проблема, в общем-то, сама собой пропадает, а у кого-то она остаётся в том или ином варианте, потихонечку может нарастать, вот. Ну, и, естественно, как-то, ну, уже после трёх лет, если ребёнок, эта проблема сохраняется, в общем-то, надо уже действительно принимать какие-то решения. Вот, поэтому давайте мы с вами разберём те методики, ну, которые в настоящий момент применяются в официальной медицине, что делается в этой ситуации. Ну, я не врач, как говорится, уролог, нефролог, невролог, вот, который в традиционном варианте у нас занимается этой проблемой, но потому что педиатры, как таковые, этими методиками не владеют в большем числе. Вот, обычно мы всё-таки отправляем их к узким специалистам, которые уже занимаются этими вопросами. Ну, для начала, естественно, надо посмотреть, нет ли какой-то органической патологии, потому что здесь, естественно, нужно обследовать и мочеполовую систему, вот, это, ну, общий анализ крови, общий анализ мочи клинический, сделать УЗИ мочевого пузыря, естественно, да, вот, почек, ну, и так далее. Вот эти вот все, как бы, моменты мы проходим, вот, дальше уже специалисты там пытаются решать этот вопрос. Ну, насколько я знаю, обычно это делается следующим образом. Определяется суточный объём мочи, составляются графики мочеиспусканий, вот, ограничивается количество жидкости, особенно в вечернее время, ну, и потихонечку вот таким, в таком стиле мы начинаем двигаться. Я не буду обсуждать эти методы, потому что, ну, те, кто сталкивался с этим, они прекрасно знают, как это всё работает, насколько это, ну, довольно-таки напряжённо получается, да, и, в общем-то, не очень комфортно. Вот, поэтому в конечном итоге сейчас даже появились методики, которые позволяют, ну, этот процесс несколько там механизировать, автоматизировать, ну, если кто-то из вас действительно с этим встречался, это такие электронные устройства, будильники ночные, которые, ну, там, ребёнка будет в определённое время, вот, это всё там, допустим, куда-то в трусике ребёнку там пришивается определённый механизм, ну, в общем, это довольно-таки, это всё, конечно, интересно, но жутко неудобно и не всегда это срабатывает, а, скорее всего, это даёт просто временный эффект, вот, поэтому, в принципе, ну, реальной помощи от таких мероприятий, в общем-то, люди не получают. Вот, поэтому, вот, после прохождения моего долгожданного курса мастера трансформации Валерия Владимировича Синельникова, вот, я ещё нахожусь пока здесь, это как раз наш заключительный день, мы уже получили дипломы, стали специалистами, вот, имеем право работать, и, в том числе, по этой методике. Есть уникальная методика, которая позволяет решить этот вопрос. Не могу сказать, что это легко и быстро, но это очень эффективно. Поэтому, если, действительно, вы перепробовали все методы, возможные и невозможные, и всё-таки эта проблема остаётся, я приглашаю вас к себе на консультацию, где мы с вами обсудим варианты помощи вот при данной проблеме. Ссылочка будет в описании, пожалуйста, записывайтесь. Будем разговаривать, будем обсуждать, и, надеюсь, решим вашу проблему. Для тех, кому это видео было полезно, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо, до новых встреч.